Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. И сегодня мы будем читать текст из Евангелия от Матфея, первая голова, 22-23 стих. Здесь мы находим следующие слова. «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, все дева в очреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит с нами Бог». Здесь идет цитата из книги пророка Исаия, 7 глава, 14 стих. Надо сказать, что по поводу этого стиха идет ожесточенная полемика с иудеями, которые настаивают на том, что слово, которое мы перевели, это еврейское слово «алма» словом «дева», это не совсем правильно, надо переводить словом «женщина», «молодая женщина» или «юница». И по поводу этой полемики надо сказать, что много было написано об этом тексте, но мы прежде всего должны обращать внимание на тот контекст, где еще встречается это слово «алма». Собственно говоря, слово «жена» — это слово «иша», а «алма» — на этом настаивают христиане, это слово означает именно «деву». Поэтому у нас и перевели «се дева в очреве примет и родит сына». Кстати, сами иудеи, переводчики септуагинты, они тоже перевели это слово на греческий язык словом «дева». В каких контекстах встречается это слово «алма» на страницах Священного Писания? Если мы смотрим книгу «Исход» 2.8, где сестра Моисея бежит за корзинкой, ей было лет 9, не больше, она называется «алма», то есть она «дева». Если мы посмотрим книгу «Бытия», 24 глава, 43 стих, то здесь сказано «То вот я стою у источника воды и девица», по-еврейски «хальма», которая выйдет почерпать и которой я скажу «дай мне испить немного из кувшина твоего». Эта речь идет о предполагаемой ревеке, о которой также четко в Писании сказано, что она была девица, не познавшая мужа. И здесь вот это слово «хальма», то есть девица. Единственное место в Священном Писании, за которое цепляются те, которые настаивают, что алма – это не девица, а дева, это книга «Притч», 30 глава, 18 по 19 стих. Здесь сказано «Три вещи непостижимы для меня, и четырех я не понимаю. Пути орла на небе, пути змея на скале, пути корабля среди моря, и пути мужчины к девице». Казалось бы, здесь тоже как бы нету ничего такого, что ставит под сомнение девственное значение слова «алма». Но в фантазии некоторых людей окончание 19 стиха читается как «не пути мужчины к девице, а движение мужчины на девице, на алма». То есть она как бы уже и не алма. Но это надо иметь очень такую слишком эротичную фантазию, чтобы так исказить этот текст, его изначальный смысл. В книге «Песь песней» 1-2 словом «алма» во множественном числе обозначаются девицы, и можно посмотреть комментарии того же Раши на «Песь песней» 1-2. И давайте зададимся вопросом. Если сказано, давайте посмотрим, как дословно этот текст воспроизводится у пророка Исаии. Там говорится «Все знамения даются вам». Знамения. «Все дева в очреве примет». А какое же знамение, если женщина примет в очреве и родит сына? В этом и суть знамения, что рождает дева. И какое же может оставаться сомнение? Причем мы верим в то, что Пресвятая Дева Мария, спасая нас, она является девой до Рождества, в Рождестве и после Рождества. Об этом есть пророчество у Иезекииля, 44 глава, 2 стих. «И сказал мне Господь, ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь Бог Израилев вошел ими, и они будут затворены». Эти ворота – это сама Пресвятая Дева Мария, через которую Сын Божий вошел в этот мир. Сын Божий не разрушил ее девство, рождаясь в этот мир, ибо Он вошел дверями затворенными, не разрушив ее преснодевство. Как и в Сеонскую горницу, Он вошел дверями затворенными. Это видно из того, что, родив его, она сама спеленала его и положила в ясли, что обычно делают люди, которые помогают роженице, а роженица, она в этот момент лежит в расслаблении, приходит в себя. Но Сын Божий никак не повредил девство своей матери, явившись в этот мир, поэтому она сама спеленала его и положила его в ясли, в эту кормушку для скота. Таким образом, текст Септуагинты подтверждает, что у пророка Исаии стоит слово «девственное», что «дева» рождает. Это подтверждает и контекст, в котором встречается это слово «алма» именно на страницах Ветхого Завета. И никаких сомнений в том, что речь идет именно о «деве» не может быть, так как это и есть знамение, по-еврейски «от», то есть особый знак, особое указание на то, что рождаемое от «девы» с сохранением девства есть святое, которое ничего не повреждает, но все целокупно сохраняет. Ибо о Боге сказано, что мы им живем, движемся и существуем. Пресвятая Богородица, Преснодева Мария, помогай нам! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова